Привет, друзья! Ну, для начала, я помните, посвящал блог целый тому, как про меня написали, что я там чуть ли не... Я и Путин, в общем, Путин и я. Это два человека, которые портят всем жизнь. И это написало издание Detector Media. Detector Media это издание, которое существует при поддержке всевозможных западных серьезных, уважаемых организаций. И оно, это издание, следит за соблюдением журналистских стандартов в медиа. Ну, так вот, оно доследилось до того, что написало обо мне явную околесицу. Я связался с руководством, предложил им извиниться, а они предложили мне, в свою очередь, напечататься у них. Я решил, не хочу, пойду-ка я лучше в суд. Я всегда отвечаю за свои слова, и вот уже иск находится в суде. И в суде молодой человек, который написал статью обо мне, в плане, что я рупор русского мира, будет это обосновывать. Каждое слово он будет обосновывать. И, наверное, не обоснует, да? Ну и второй иск, это старая давняя история. Мы просим, просим, мы не привлекаем, мы просим прийти в суд некого блогера Иванова и его престарелую подружку. Это старая история. Три года назад они рассказали о том, что я снимаю порнографию, что меня разыскивают в Европе. Как вы видите, меня так и не нашли в Европе, так и не отыскали. Но зато теперь они имеют возможность в суде рассказать, где я снимал порнографию, кто меня ищет вообще. Интерпол, говорят, там с вертолетами просто кружит и все. Эта история имела большую популярность среди упоротых кастрюль, но потом как-то все затихло. И вот здесь вот не затихло. И здесь не затихает. Я всегда требую сатисфакции. К слову, я думаю, что в следующих судах они не будут придерживаться той же линии защиты, которой они придерживались в предыдущих. Потому что, вы знаете, когда кого-то словишь за загривок, он начинает говорить, я не о Ширье говорил. Не о Ширье, это мы не о нем говорили. Или вот что мне еще понравилось из предыдущих, это не я на видео, это не мы. Вы знаете, когда-то этот блогер, блогер этот с помятым лицом, он говорил, что в качестве аргумента, потому что он прав, а я не прав, то что у меня маленький член, а у него больше. Я не знаю, какой там у него член, но я могу ему сказать, даже если у меня вот такая крошечная маленькая цитюрка, я этой цитюркой всажу так, что мало не покажется. Приходите в суд, не теряйтесь, уважаемые. Ну ладно, а теперь займемся нашими делами. У нее еще дефекты фикции, я могу сказать, о чем она говорит, она рассказывает русский мир, и они на Майдане изображают то, что происходит в Крыму. Там ФСБ, все как надо. Силовики в Крыму, российские силовики, задерживают людей с проукраинской позиции. И это было бы хорошо вот такие флешмобы проводить на Майдане независимости, если бы украинские силовики не задерживали людей тоже за позицию. И чтобы я не был голословным, сегодняшний статус Антона Герасченко, Антон Герасченко это не просто клоун с улицы, если вы вдруг подумали. Нет, это советник министра МВД, народный депутат Украины. И советник министра МВД сообщает о том, что вот в Южной Корее классненько, потому что там ты вышел с портретом Ким Ирсена и получил сразу же срок. Он считает, что это классненько, вот к примеру, да, в Европе многие считают, что это не классненько, но это мне уже нравится. Мне уже нравится, что вот перестали как бы болтать постоянно, мы идем в Европу, а начали уже немножко равняться на Азию. Это ближе, это ближе, ребята. Саме так активисты демонстрируют русский мир, что нині панует в аннексованому Крыму. Крымские татари вышли на Майдан висловить протест после незаконного арешта крымского адвоката Емиля Курбедінова. Арестовали некого адвоката. Что там рассказывают? Арешт Емиля Курбедінова – это грубое порушение международного права, стверджуют правозахисники. Сейчас узнаем, что же он сделал такого, что он плохого такого сделал. Окупанта закинули адвокату, что он в 2013-м оприлюднив у соцмережи відеомитингу с Симферополя членов организации Хизбут Тахрир, яку Россия вважает террористичною. А еще, кроме России, считают ее террористичною, Великобритания, Дания, Австралия, Германия. Представляете, за антисемитизм и другие всякие ништяки. Но об этом вам не расскажут на пятом канале Петра Алексеевича Порошенко. Об этом не надо говорить. Зато я вам расскажу. Заходим на стену к адвокату. Одним шариатским государством в мире стало больше. И он здесь пишет, это государство в данный момент под Колпаковом Запада. Какое шариатское законодательство будет там применяться? Стоит только догадываться, иначе первым же делом они должны были бы упразднить парламент, как законодательный в кавычках орган, не соответствующий системе государственного устройства по шариату. Следующий, ну продвинутый человек. Следующий, вот он делится цитатой шейха Арифи. Что Америка плохая. Америка вносит в списки террористов, муджахидов, муджахидинов, которые борются с осадом. Все ясно. Любой, кто сражается за ислам, для них террорист. Вот так вот. Любой, кто борется за ислам, для американцев террорист. Я думаю, что сейчас американцы выскажут тоже свое возмущение по поводу его задержания. Но просто мне интересно, как бы они оценили вот эти вот вещи. Это не все, конечно. Это чепуха. Там помимо вот интересных вещей тоже. Человек, я же говорю, человек продвинутый, ученый, адвокат. В Германии у мусульманина родился ребенок. Он его, в общем, обрил на седьмой день и приходит к доктору. А доктор с удивлением. Это вы побрили волосы ребенка? Или он у вас таким родился? Мать ребенка ответила. Мы сами побрили. Тогда доктор объяснил причину своего удивления. 50 дней назад наши ученые сделали открытие, что если в течение 40 дней после рождения ребенка побрить ему волосы, то это усиливает его зрение, укрепляет волосы, открывает разум, это им доктор говорит, и несет еще много пользы. И в особенности, если это сделать на седьмой день, то все эти качества увеличатся. Поэтому я удивился, ведь это открытие сделано всего 50 дней назад. Откуда вы об этом узнали? Антисемитизм тоже присутствует, конечно же. Украинская еврейка в прямом эфире поведала, как убивала на оккупированных территориях 3-4 летних, ну понятное дело, детей. Фронт Ан-Нусра, ну это вообще-то великолепный ништячок. Фронт Ан-Нусра, если вдруг кто не знал, если может быть не знали украинские правозащитники, так он признан террористической организацией. Давно уже, давно. Теми же самыми штатами и тем же самым Евросоюзом. Ну если кто-то не знал. Еще немножко антисемитизма, кашу не испортят, как говорится. И что там у нас еще? Ну а здесь мусульмане с шакалами борются. Я посмотрел бы, как этот человек в Европе делился бы вот такими вот штуками у себя на стене. Не поинтересовался бы никто у него вообще, как у него здоровье. Все нормально у него там. Если бы этот человек опубликовал заявление фронта Ан-Нусра, который запрещен, я бы посмотрел, что было бы. Просто посмотрел бы. Ну вот, пятый канал еще. Ну я знаю только одно, что на сходе Украины, на жаль, до певного периода Украина програвала информационную войну. И это было не только благодаря телевизору или программному телевизору, а благодаря, в том числе, банальной передаче информации через чутки. Украина програвала информационную войну, потому что на Донбассе делились с помощью слухов. Слухов. А Украина не могла туда вклиниться и тоже начать делиться с помощью слухов. Когда граждане между собой общаются, и им передают какие-то родители, какие-то знакомые, что это были Украины, например, да, там обстреляли, и кто-то там загинул и так далее. Таким образом, глупое местное население верило своим собственным родственникам, да, там, братьям, сестрам, отцам и наоборот детям, а не верило украинскому телевидению. Почему же они такие глупые, а? И вот навіть на цьому рівні мы програвали дуже сильно, и таким чином, місцевое населення того ж таки Донбассу, воно скорейше было прихильним до тих ДНРівців. И что же теперь делать, если мы проигрываем там, на информационном поле? Он сразу же дает рецепт, что надо распространение информации, и он там такое определение даст интересное. И саме на цьому поле информационному отбывается наш прогрош, тому будь-яке поширення информации правдивой с точки зрения Украины. Распространение информации правдивой с точки зрения Украины. Как это правдивой с точки зрения Украины? Информация или правдивая, или неправдивая. Не может быть с точки зрения Украины правдивой, а вообще в целом, если не с точки зрения космоса какая-то информация. Правдивой с точки зрения Украины. Я бы даже сказал, не столько правдивую, сколько правильно пропагандистскую. Да, отстойвание украинских позиций, я дуже корисным. Мешаешь нести правильную пропаганду. Ты правильнее. Смотрите, что такое правильная пропаганда. Для нас сейчас очень важно донести как можно больше позитивной информации об Украине. О том, как развивается Украина, что ее болит, какие идеи как можно шире именно через ЮЭТВ донести до европейского мирового зрителя. Я уже показывал это телевидение, да? Это ИноТВ. На него выделяются деньги из бюджета для того, чтобы нести правильную пропаганду, мы же услышали, в Западной Европе. То есть европейскому, в общем, мировому зрителю. Канал и навещание ЮЭТВ это то окошко, сквозь которое мы можем общаться с нашими соотечественниками, которые находятся в дальних краях. 10 просмотров это много, пусть это вас не смущает. 4 просмотра под этим великолепным роликом, который по его идее должны просмотреть в Западной Европе. Это мы накрутили 4 просмотра. А так вообще там было 6 просмотров. Вот. Ну теперь 6 человек какие-то посмотрели это, видите? И на это выделяются деньги. Они знают толк в правильной пропаганде, да? Теперь, ладно, теперь я вам покажу, что такое еще правильная пропаганда. Это как реформы осуществляются на железной дороге. У нас же там Болчун, там поляк, там все. Короче, реформы, реформаторы. Смотрите. Вместо старого и потрепанного новое и модное. Сменить белье в поездах железнодорожники обещают пассажирам. Как вам такая реформа? Белье сменить? Они теперь будут чистое белье класть. Реформаторы. И этот темник уже спустили по всем каналам. Вот эту вот ахинею. Бредятину эту. Ура! Ура! Реформа, реформа. Сколько денег, интересно, выделили под эту реформу вообще? Реформаторы. Теперь будет чистое белье класть. Ну и напоследок давайте-ка про чудо. Смотрите. Как раз на крещение осветили, в общем-то, воду целиком. Целиком на станции осветили. И из кранов потекла уже святая, понятно. Решканцы Сум мали смогу умититься чудодейной водой. Еї освятили прямо у сумском водоканале. Тож свята вода сьогодні тече из кранов у каждой квартиры. О, повезло сумчанам. Смотрите-ка, из кранов потекла святая вода. Но иногда, знаете, не хватает вот этого. Для того, чтобы вода на самом деле святой была. Потому что через 20 дней в тех же Сумах тот же самый телеканал. Це відео виклали в интернет жителі одного із гуртожитків на вулиці Миру. На ньому видно, що із крану тече червона вода. О, маловеры, да? Они просто не поняли. Это же как раз и есть святая вода. Вот она вот красная вода, это и есть святая вода. Это кровь мучеников. Мучеников этого водоканала. В общем, на этом все. Наш сборник окончен. Конечно же, увидимся еще, друзья. Пока!